Тут уже заборчик повыше, уже включили подсветку, а я нахожусь в Волоколамске. Вы собрались в свой первый поход и подбираете снаряжение? Или же вы опытный турист, и вам надо что-то такое, что отвечало бы требованиям самого сложного похода? Тогда для вас новатур. Правильное снаряжение для походов любой сложности. Ссылки в аннотации к видео. Всем привет, дорогие зрители! С вами Степа Вулф и канал Underworld. За моей спиной вы видите колокольню Волоколамского Кремля. Сейчас на территории Волоколамского Кремля находится постоянно действующая музейная экспозиция. Освещенная историей города, начиная с 12 века, с момента первых упоминаний о Волоколамске не отписано. А вот это вот схема территории самого Кремля. Ну и я отправляюсь непосредственно к территории. Сейчас внутрь пройти не получится. Вот со стороны главных ворот видна церковь, за ней колокольня, собор, надвратные башенки. Совсем рядом с территорией Кремля. Вот такой вот живописный мостик. Вот так вот выглядят Волоколамские Кремль со стороны центра города. Уже включили подсветку колокольню. Если пройти под этим мостиком, то здесь будет лестница и спуск к центру города. Но сейчас я туда не пойду, а хочу обойти Кремль и показать виды с верхней точки от Кремля на сам Волоколамск. Вот уже я поднялся на ту часть, где был крепостной ров. Сам Волоколамский Кремль находится на возвышенности. И отсюда прекрасно можно видеть центральную часть города. Волоколамск город очень старый. Дата основания, точнее первые упоминания в летописях о Волоколамске относится к 1135 году. Волоколамск старше Москвы на 12 лет. Москва была основана в 1147 году, а Волоколамск, как я сказал, в 1135. И первые названия были «Волок на Ламе» или «Волоколамский». Вот такой вот открывается вид на центр города от стен Кремля. Там на площади здания администрации. Волоколамск расположен на нескольких холмах. Вот я уже нахожусь на вершине холма, на котором стоит Волоколамский Кремль. Только с другой его стороны. И отсюда открываются очень живописные виды на старую часть города, которая застроена в основном частными домами. И такой вот красивый летний закат. Волоколамск очень уютный город, как и большинство небольших провинциальных городов. Несмотря на то, что он находится от Москвы всего в 98 километрах. Население Волоколамска чуть больше 20 тысяч человек. То есть городок совсем не крупный. Очень ухоженный, очень чистый. Ну и, как я сказал, самый главный плюс этого города, как и любого другого небольшого города. Это очень спокойная атмосфера. В отличие от таких мегаполисов, как Москва, где даже в 2-3 часа ночи выходя на улицу в спальном районе, ты обязательно наткнешься на проходящих мимо людей. Обязательно кого-нибудь встретишь. То здесь 10 часов вечера, это уже достаточно позднее время. Улицы пустеют и проезжают немногочисленные машины. А вот вид на Волоколамскую тюрьму, наследственный изолятор от стен Кремля. Кстати, необычно сделаны такие вот стилизованные ворота. Ну и тюремный воронок прямо напротив ворот. А вот с обратной стороны Волоколамская тюрьма. Тут уже заборчик повыше. Периметр посерьезнее. Ну и еще немного живописных видов на Волоколамский Кремль в свете Луны. Нахожусь я сейчас совсем рядом с центральной площадью Волоколамска. Там, где банк и здание администрации города. А совсем рядом здесь... А совсем рядом от того места здесь... Раньше была просто площадь с круговым движением. Сейчас здесь построили несколько торговых центров. И это стала такая центральная шоппинговая площадь города. Вот так вот она выглядит. Напротив меня самый крупный торговый центр в Волоколамске. В дальнем от меня крыле находится Макдональдс. Его не так давно открыли. Чуть больше года назад. Там здание полностью... Здание располагается в пятерочке на первом этаже. А на втором этаже частные магазины небольшие. И еще один торговый центр. Впереди будут уже жилые кварталы. Будет еще несколько магазинов, но значительно меньшего размера. А вот на этой площади открыли памятник воинам, погибшим. Обелиск. Воинам, погибшим во Второй мировой войне. В Волоколамске проходил один из последних рубежей обороны. Перед Москвой здесь были очень ожесточенные бои. Ну а вообще, чем мне еще очень нравится город? Как я говорил, не только своим спокойствием, но и движение на улицах здесь очень размеренное. Никогда не бывает пробок. Ну и большинство водителей очень культурно себя ведут. Всегда пропускают пешеходов. Достаточно вежливо относятся друг к другу. В общем, городок очень спокойный, городок очень уютный, очень чистый. Кстати, уже выезжая из города, я вот буквально за несколько минут проехал от центра до выезда из города. Правда, с другой стороны, если проехать под мостом, там начинается другая сторона города, там будет железнодорожная станция Волоколамск. Ну и еще на несколько километров туда Волоколамск простирается. Я сейчас уезжаю на трассу Балтия, на Варижское шоссе. Я нахожусь на территории недостроенного заброшенного здания. Это аналог ХЗБ, некое такое Волоколамское ХЗБ. Территория относится к Молоколамской клинической больнице районной или областной, сейчас точно не помню. Значит, здесь был выстроен один корпус, который примыкает непосредственно к больнице. И в небольшом отдалении еще одно здание, которое, скорее всего, тоже должно было быть передано Волоколамской больнице. Но по каким-то причинам, скорее всего, банальным, как и большинство недостроев заброшенных в конце 80-х, начале 90-х годов, это недостатка финансирования, это здание было недостроено. Похоже, что это местный баян, судя по количеству граффити. Сейчас я первым делом следую на крышу этого здания. На первом этаже сохранились еще какие-то перекрытия. На втором этаже, очевидно, выше уже практически все перекрытия из кирпича разрушены. Что интересно, в отличие от аналогичных московских заброшек, здесь не все еще поперено на металл. Остались перила у лестниц. Вот такая вот шахта лифта. Здесь, получается, всего три этажа. Ну, тут уже дальше следует выход на чердак. Итак, я на крыше. За мной такое вот неплохое граффити, сделанное на соседнем чердачном помещении. Собственно, на крыше здесь особо смотреть нечего, разве что кроме этого граффити и видов на соседний корпус Волоколамской больницы. Вот отсюда хорошо с крыши видно как раз тот самый корпус, который должен был относиться к больнице. Вот сам корпус Волоколамской больницы. И рядом с ним имеет переход заброшенный корпус. Смотрите первую серию цикла подземных рек. Кто увлекается не только индустриальным туризмом, но и классическим, с рюкзаком и палаткой, смотрите репортаж Стурслёта Влогер. И, конечно же, не забывайте ставить лайки и подписываться на канал.